В прошлом ролике мы с тобой научились настраивать управление для мультиплеера, преодолели все проблемы. А сейчас сделаем то же самое, только для анимации. Как делать анимацию показывать тут не буду, этот урок не про это. А вот как сделать её синхронизацию и решить различные проблемы, это то, что сейчас буду показывать и рассказывать. Охоё зритель, ты во вселенной Рейбл, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Итак, показываю анимацию, которую я сделал для всё того же чудика. Она очень простая, я бы даже сказал примитивная, просто анимация по ключам для вращения по оси Y. Это пример того, что у нашего персонажа есть компонент аниматор, а вот что в нём нам уже не важно. Всё, что сейчас покажу, будет работать с любыми анимациями, которые настроены в этом аниматоре. Что ж, ты наверно уже мог догадаться, что примерно мы будем делать. А мы снова идём в префат игрока и накидываем компонент Network Animator. И сюда нужно добавить ссылку на тот аниматор, который нужно синхронизировать. У меня он на том же объекте. Как ты мог обратить внимание, в этом случае нет множества настроек. Дело в том, что как с обычным Network Transform, мы должны указать, что именно анимация меняет. Но есть нюанс. Дело в том, что как и с обычным Network Transform мы должны указать, что именно анимация меняет. Если не смотрел про Network Transform, рекомендую её к просмотру. Потом возвращайся сюда. В моём случае нужно добавить всего лишь вращение по оси Y. Если, например, у тебя персонаж будет ещё и прыгать, тогда нужно добавить перемещение по той же оси, потому что он будет двигаться вверх и вниз. Надеюсь мысль понятна. Запустим и посмотрим, что сейчас происходит. Как я сделал синхронную копию проекта, можешь заглянуть в этом ролике на моём канале. Теперь у нас всё работает. Если вдруг у тебя не проигрывается анимация у клиента, значит у тебя возник баг, или как это назвать я не знаю. Но сделай копию через Counter-D аниматора в клиенте и после удали её. Должно стать всё на место. Но это именно относится к этому плагину для параллельной синхронизации. На самом деле тут не должно всё так быть прекрасно, как сейчас ты видишь. Дело в том, что когда я ещё готовился и изучал это всё сам, то был момент, что не было обратной синхронизации. То есть, когда мы играем клиентом, то нет синхронизации анимации у других клиентов. Это чётко прописано в справке, но сейчас это работает нормально. Вдруг у тебя нет синхронизации на сервере от клиентов, значит тебе нужно создать скрипт, который наследует Network animator. Внутри прописать этот код, что ты видишь на экране и заменить компонент Network animator на новый компонент, что ты только что создал. Тогда всё будет окей. Возможно что-то разработчики поменяли, пока я тут выпустил наконец этот ролик, но в любом случае знать об этом стоит. В дополнение хочу добавить, что это не единственный способ синхронизации анимации. Это способ как бы в лоб, то есть синхронизируем аниматор. Но есть ещё такие вещи как RPC, Network Variables и Custom Messages. Об этом всём позже, идём постепенно. И последнее что хочу тебе пояснить, это время обработки анимации в сетевой игре. В справке есть такая картинка, она очень доступно поясняет что да как работает. Как мы используем скрипт, который позволяет клиенту отправлять данные об анимации. То сервер увидит эти изменения через половину раунд trip time. Это время за которое сервер обрабатывает информацию. Говоря языком проще, это ping. А вот чтобы сервер отдал изменения первого игрока остальным, то тут уже проходит весь раунд trip time. К примеру у тебя ping 100. Эта цифра означает время в миллисекундах, которое проходит от твоих действий в игре к остальным игрокам. То же самое происходит и у других игроков. У кого-то ping 50, у кого-то 300. Тут уже сам можешь прикинуть как данные туда-сюда отправляются. Собственно эта картинка про это нами говорит. Я может сейчас очень тривиальные вещи сказал, но надеюсь они кому-то помогут лучше понять взаимодействие в онлайн играх. На этом с анимациями не прощаемся, потому что в следующей части хочу разобрать передачу сетевых данных Network Variables. Так что подписывайся и ставь лайк. Также в описании есть мой телеграм и дискорд каналы, обязательно заходи. А еще заглядывай на патреон или кнопочка спонсировать прямо под этим роликом. Буду очень признателен, а ты получишь всякие плюшки от моего канала. Сайонаро.